привет привет сейчас популярно говорить за державу обидно там за ножи делов там мне не обидно так как есть вполне работающая индустрия ножи изготавливаются там плохие хорошие тому кому как повезет важно что в стране есть люди которые способны изготавливать ножи с другой стороны нож все-таки не достижение в современной науке вполне себе такой рядовой бытовой инструмент с тысячелетней истории когда и без гриндеров там и без микар ты и без порошковых стали и ножи изготавливались и ими там вполне успешно пользовались несколько раз порывался сделать этот материал и каждый раз там откладывал по разным причинам но по основное было что не мог собрать в одном месте те ножи который хотел бы показать ну и рассказать про них что тогда в принципе и сейчас вижу что картина будет не совсем полный и по этой причине будет какой-то монтаж некоторые картинки наверно вставлю там какие-то куски видео наверно будут и также в описании к видео добавлю какие ссылки там на другие свои ролики там или еще на кого-нибудь или на что-нибудь ролик наверно будет длинным то точно быть длинным но с реальными примерами ножей из уст повествование будет их реального владельца поехали в общем коротко повторю свою историю как начал влекаться заточкой и ножами так был момент когда захотел затачивать и ну в первую очередь на кухонные ножи и там не крови кривым обломком там этого бруска лодочкой а чем-то более-менее приличным там открыл google вбил пару фраз на английском там нашел набор ланске проникся идеи и заказал комплект на амазоне такая коробка в руль комплект профессионал заодно в этом же магазине где делал заказ на комплект лански полистал ножи вот и выбрал себе вот такой вот такой клинок это спайдерка на этих и причем я считаю что нож показателен потому что в то время я не читал никакие форумы не смотрел на живой youtube не был под впечатлением там от каких-то обзоров там какого-то мнения сформировавшихся это вот чистый вкус на то время такое у меня было предпочтение форм размеров и вот с этого комплекта у меня скажу все и началось увлечение там заточкой включение ножами перейдем к российским ножеделом классические скажем так ножи с фиксированным клинком я скажу вообще не рассматривал в те времена так как считал еще там со времен ссср что это охотничьи ножи для их покупки нужен там охот билет но подсев на youtube быстро как бы понял что был неправ просветился и решил что-нибудь себе купить и наткнулся на канале алексей вининула на его ролик где он показывал ножи какого-то геннадий дедюхина вот и прям буквально следом на канале вовуха увидел как автор делу убойный тест тоже ножа геннадий дюхин это вагнала в какой-то пей там и сломал ну неважно общем у меня остались впечатления самые положительные а сейчас уже не первый раз то есть вспоминаю вининула там его в уху их вот эти тяжелые тесты которые в принципе действительно показывали на что способен тот или иной клинок в общем они весь тот лакмус что сейчас у нас превалирует там на ю тубе где там основная нагрузка там на складной нож чуть ли там не посадка на карман вот резание там ножом какой-нибудь валенка там или каната вызывает там чуть ли не какую-то там истерику и обмороке там среди таких гламурных нажиманов и и некоторых ножеделов ну не суть наши геннадия мне понравились в продаже на сайте у него их не было был какой-то форму и какие-то очереди там какие-то проекты там еще что-то я понял что в этом участвовать не буду написал письмо ему нет ли там что-то в наличии там у него вдруг что-то и у него оказалось несколько ножей за которые ему каким причинам не заплатили он был готов их отдать и один я себе выбрал купил был это вроде тактику скинду сталел макс я в то время имел какую-то такую наивную идею что буду затачивать разные стали тем самым буду развиваться в заточке но тут и нож был интересен и сталь какая-то неведомая новая и в общем покупка виделась так вдвойне полезный там получил нож понравился мне там общем качестве изготовления там шикарно все вырезаны там ножны из кайдекса там там кожаная вставка там пистолетная клипса там не нож леденец чем там через там пару лет его подарил одному хорошему человеку поэтому будет такая вставка там с куском обзора этого ножа а вот а тогда мне как раз подумалось тут вот человек глуши там геннадий дюхин где-то в каком-то гараже там сидит и делает вот такие там классные ножи и что же вообще должны делать такие известные производители и было решено посетить выставку клинок и там в первый раз так был достаточно волнительно поехал и в общем дальше все что покажу это все что я купил на московских выставках за весь тот ну период пока увлекаюсь ножами там и там за точкой вот и скажу что все ножи мы выбирались лично покупки в общем чаще всего преследовали какие-то определенные цели но скажем в большинстве случаев все-таки ножи покупались на память о выставке ну приехал как не купить там какой-то ножик там но на память о производителе там или мастере там с которым пообщался на выставке вот ну и плюс поделюсь впечатлениями и опытом использования там тех ножей которым довелось пользоваться ну а выводы локальной индустрии ножеделания пусть делает каждый сам первое впечатление от самые первые выставки клинок это который проходил в сокольниках такой легкий шок в перемешку с недоумением чем куда и куда я попал то что ма народу масс-сендов все завалено какими-то однообразными ножами все ножи там похожи друг на друга на первое впечатление такое ощущение общем было что перевесить вот эти вот название стендов и не поймешь вообще и наш среднестатистический посетитель вообще разница не увидит и не отличит что кому имеет тот или иной нож отношения и на этой же выставке на 1 ну там сделал несколько кругов и как бы зацепился за стенд братьев марушинах там подкупил у них там телевизор там панель на стене у них на стенде висела где они там сами что-то куют и вот тут они на стенде своими ножами взял на память вот такой вот нож если ошибаюсь нужно посмотреть вот такой тут все по классике ешь он вроде назывался дамаск береста тут какой-то желтый бойстер вот ну так сделан тепля тут полировка видно там как вот этот щель можно засунуть видно очень неплотно приделана так что ну в принципе приемлемо вот этот вот это вот посмотрев на их нож можно понять что такое себя представляет высоко клинок там или арсенал на 90 процентов а плюс у них взял до кучи такой вот клинок аля под филейник и сам забубенил на даче вот такой в первый год увлечения тут этот как его карельская береза больше то какой-то прилепил и из инструментария то есть лобзиком выпилил наждачной бумагой тут все скруглил и вот на эпоксидку посадил вот в общем тоже стал этим ножеделом а то иногда там любят говорить там чтобы обсуждать нажим надо каких на же сделать но сделал криво косо но как-то режет ну не ковал а кто сейчас уют да у братья марушину куют и вот кстати в моем понимании они есть вот эти настоящие производители ножей они весь тут бомонд который ну покупает там кит импортные стали все это греет там в печке для обжига керамики и сует потом эти заготовки и там в бидон с азотом там и на гриндере потом кит формы задает поехали дальше потом следующая выставка у нас был кизляр суприм вот в чем молодцы кизляр суприм и что подкупает что у них неунылый какой-то безликий стенд который там не похожи друг на друга целая инсталляция когда их первый раз увидел она бросается в глаза там множество моделей на любой вкус и там ну в разное время приобрел у них вот такой шейник амиго какой-то лизе то ли хату x там неважно ставить до 2 и вот такой увесистый пузан 400 440 си называется он кит ребенок там какой-то ребятенок вот по этому ножу он был целый цикл публикаций ну нож тупился и продолжает тупить у меня там сейчас не видно подложено код подложим кусочек кожи чиркал кромкой по можно внутри из g10 и тупился но другой стороны китайской d2 там . фуфу которая быстро теряет остроту то структура ожидаешь от ножа такого плана который мы хочется иметь с собой там достаточно острым принципе день неплохая но реализация с нужными общей всю эту идею сводит на нет плюс еще паршивая сталь там тоже термистов там меняли там сталь меня ли там еще что-то печки какие покупали очень каждый раз нам что-то не и даже supreme улучшают общем может быть вам повезет будет хороший ножик вот дальше вот это теперь kit у меня его почти сразу отобрали для похода в лес за грибами и прям буквально второе посещение леса грибы срезают этим ножом у него отвалились расползлись вот эти накладки накладки были вот на таких латунных трубках и просто она вот так прям все разошлось в общем то такие здоровые они там не маленькие отверстия да такие здоровые там в которой ну и нашу проще было попадать вот взял вот от этого был какой-то крепеж с винтами взял винты и и так заколхозил стену вот эти накладки может вообще в принципе очень мне лег в руку но к сожалению пользуюсь им не я но может слава богу не я пользуюсь вот так что что по факту ножны на амега не продуманы конструкция кида похоже вообще там не тестировалась выпустили на рынок что один что другой нож от сырая продукция моем понимании чем то мига для красоты на полке на один остался грибным ножом так принес еще в общем долго мне не попадалось на затачку стали m390 ну когда он только появилась в общем и стоили на жизнь и прилично покупать что попробовать как-то расточительная ждал ждал там плюнул думаю ладно надо стали попробовать и купил такую пузатую недорогую зубочистку мастерской ульданова по пояснениям кстати почему у них приобрел нож вообще как ульданов ульданов какой-то есть не ошибаюсь но они делали термообработка сейчас не скажу каков тот момент когда покупала что на стенде мне рассказывали что они отдают на закалку и в то время отдавали на закалку свои ножи и если ошибаюсь агрегатный завод по какой-то военный там какие-то винты там что ли вертолетов делать ну не скажу точно но в общем сам факт что на термообработка не отдавали на производство ну вообще как бы впечатление от продукции ульданова у меня очень неплохие вот и когда помню попался мне нож надеюсь фото найду из с 90 вид вот такого такого формы вообще легла замечательно вот эти вот скосы как-то когда на смотришь кажется зачем этому когда в руки берешь понимаешь что это действительно продумано все и нож который прошел меня через меня там через с 93 потом когда на выставке увидел эту же модель решил приобрести и себе тут 447 а вот это же от него остались неплохие впечатления нож больше годы трудился на кухне конечно толстоват для кухни не всегда удобен но скажу что все кто им пользовался на кухне в принципе остались неплохие впечатления и вообще на мой взгляд на же ульданова одни из немногих которые заслуживают внимание при достаточно такой сносной цене и сделано все так аккуратно и недорого там вообще просто ну я не знаю может там стоило вводим меньше 5000 или 5000 рублей где там может плюс минус что-то нужен очень неплохо все сделано вот сейчас он на полку переехал заслуженно трудился сейчас в приоритете на кухне другие наши так дальше ну в общем м390 я помню от ульданова впечатления были так как неплохие все таки решил потом уже там через год что купите себе что-то более приличное и в боль в большем форм-факторе и взял прекрасный нож кузницы андрея берегова нож называется блик номер там какой-то блик там не знаю что то не помню какой нож тоненького лезвия исправно служил на кухне причем лично андрей берегов него выдал там с ним пообщались хорошо оставил приятные впечатления как мастер служил на кухне исправно достаточно долго отлично резал вот но упал как-то у дочери из рук на плиточный пол мы просто лопнул в гравировки вот общем все что у нас сейчас есть от этого ножа пробую показать ссылку там до 90 гравировка он гравировку я думаю да здесь даже будет видно под гравировкой образовались какие-то полости там в общем там ссылку приведу неважно трещины пустоты какие-то такие мелкие уже много раз про него рассказывал просто иду ссылку в описании в общем случае это не единичный недавно человек написал что заказывал нож попросил гравировку не делать от греха подальше вот ну еще один человек потом нож лопнул и там после общения с мастерской береговым там решил подавать на мастерскую в суд очень подробность не принципе неизвестно но очень ладно оставим уже тему дальше вот такой цыганский нож который со мной есть машине это кустаре и f сталь х 12 мы в общем проходила через меня несколько ножей этого производителя плюс впечатлениями люди со мной делились конкретно от х 12 кустарей да и вообще как бы вот то что я видел как ведутся ножи в заточке сподвигли меня покупки и сам и себе такого клинка от кустарей ножи недорогие такие не грубоватые косяки там после сарки всякие там какие-то есть но если кто-то из знакомых у меня интересуются что там так относительно недорого себе взять наверное единственный производитель которые когда которую я вообще когда-то кому-то советовал про другой нож кустареев из х 12 м.ф. что несколько раз затачивал есть наверно одной из самых популярных просматриваемых видео на канале ссылку приведу то что какие-то бешеные какие-то просмотры не знаю что там люди находят но натыкаются видно и смотрят его регулярно это видео хотя на такой достаточно неоднозначная да теперь знаменитый русский булат искал помню замену море из углеродки которую таскал с собой в рыболовном рюкзаке как это резиново пластиковый рукоять было но муж моментально ржавел просто там просто на свежем воздухе даже на ржаве очень обошел всю выставку в общем думаю что-то похожее на мору надо подобрать и нашел только вот у русскую булаты такой нож 95 х 18 с не ошибаюсь дать 95 95 х 18 резиновый рукатель не будет только только на они начали делать на пробу их там-то такого плана ножи не тонн полторы тысячи рублей стоил вместе с можно за всеми делами не то 1700 рублей чем купил и вот на удивление труски булат хороший пример общем подтверждение того что можно класть такого большого железного болта на любой интернет мнение там вот это youtube ножевое сообщество и подтверждают вообще всю ничтожность влияние вот этого сообщества на деятельность компаний ножевых конкретно на русский блок да вот стенд русского булата всегда стоит где-то на самом видном месте на выставке вокруг полно народа сам этот масленников там если вот он не королем считать то уж ну видный князь наверное выставки клинок и несмотря на то что к его ножам есть ну достаточно много вопросов и там и по слесарке и по заточке там и по сборке там и по моделям наверное но вот он к себе видимо чем-то располагает он там охотник рыбаками там язык подвешен хорошо там нож грибник там ну наверное мечта так любого такого среднестатистического мужика там вот ну а этот нож ездит со мной на рыбалку этом центнерами рыбу не потрошу вот так чуть отрезать там подстрогать следующий есть у меня такой ножевой бзик нравится нож барк ривер гони hunter который в россии является холодным оружием но тут случайно зацепился за фото в интернет нового ножа бушкрафт от южного креста был на мой взгляд похож на этого гони чуть ли не как две капли воды и в планах было его приобрести на очередной выставке уточнил специально то производители будет ли не будет этот нож сказали что обязательно на выставку привезем приехал но живьем не бушкрафт совсем не зашел что очередной раз говорит о том что муж надо в первую очередь подержать в руках а не покупать по фото не ориентироваться некий то видео там ролики обзоры там чужое мнение неважно обязательно взять в руки в итоге понравилось больше модель x или х сталин 690 вот в общем отличный нож взял его потом чуть позже купил другой выставил такую морковку на кухню тоже н 690 южный крест оба ножа неплохие правда вот этот x вываливается из ножен ее только кублям был прилепил на шлепку которая на мебель на стул на кресло прикрепляется на ножку ну так вот конечно ну есть почему придраться выглядит она вот даже со временем как-то ну не фирменно она как-то выглядит другой стороны рабочие ножи и ну как на текстолит на какой-то похожие не знаю тут вроде g10 но какая-то вот она как-то обработана вся но хочется чего-то такого чтобы более было более опрятное но примечательно здесь другое в общем ножа одного производителя одна и та же сталь n690 но на одинаковых угла заточки конкретно было там был угол заточки в 30 градусов здесь кромка заворачивается здесь крошится ну так бы немножко выкрашивается он терпимо морковка второй год на кухне ну выкрашивается понемножку там ну не страшно перетачиваю проблем никаких нет этот перетачил на более большой угол там от 40 и будет уже вам третий сезон трудиться на даче вроде все неплохо бюджетно но по качеству изготовления есть над чем работать там на обможенными и так далее ну и конечно работает над стабильностью ты мол тоже никуда не годится считаю вот на тесты и сравнение там в линзу затачивался дам ссылку там большой достаточно материал так ну и финальный нож от жбанова 9х с брал из рук жбанова на выставке нож такой оля нож маугли такой клык брутальный такой мужицкий шкуросъемник читали на наш показывать нам было ставь по ощущению чем какую-то чугун тут я не знаю требуем остроту теряет момент и все и становится ну на мой взгляд тупым геометрия адова изготовление тут вообще рука еду шикурил заново пропитывал что-то тут какие-то зусенцы там убирал тут в общем тут вопросов к изготовлению но нож недорого стоил как в принципе и приобретал его так раз пообщался тажбанов и дядька интересный на память о выставке купил нож причем что интересно кому не покажу никому не нравится вот но я беру в руку и получаю удовольствие вот просто как нож никакой но как такой мужской атрибут и сувенир на память о выставке считаю что неплохо висит в мастерской у меня на даче я периодически там что-то ковыряю из друга ну такой вот комплект ножей положу сейчас выкладывал если убрать там амиго от кизляр супрема вот эту там ковырял кульданова вот эту то в принципе все ножи так или иначе работали или продолжают работать именно как ножи ну так объективно любой из них по большому счету мне наверное и не нужен но как ножи вполне себе рабочие инструменты производителям есть над чем и поработать и сказать ну например я сказать что что у нас все прям совсем уж как-то там плохо удержали там с ножами я как бы не могу мне язык не поворачивается выбрать есть из чего посмотреть тоже есть на что но с другой стороны можно бы получше делать всем привет